здравствуйте товарищи меня зовут михаил садаков на этом канале я реагирую на кип-поп сегодня отреагирую на девятую песню группы bad villain это женская группа которая находится под патронажем агентства bpm entertainment это агентство знаете как минимум по группе вивис и как минимум по темину который туда вот как бы перешел соответственно группа совсем новая там 7 участниц зовут их эмма хлоен хьюи и на юнсо вин и теле это я из русской версии перевожу дебютировал на 3 июня и собственно говоря может быть я мог не заметить но поскольку у меня есть бусти которые меня поддерживают всякие замечательные люди то они мне эту песню выбрали фактически у нас было голосование и bad villain за июнь месяц оказалась одной из там 4-5 клипов на которые я буду реагировать по желанию моих спонсоров вот кратко про группу помимо тех кто нем не состоит анонсировали их вообще в апреле еще на самом деле там выпустили тизер в котором было видно шесть девочек силуэты после этого выпустили уже другую версию уже по моему даже видео спойлер да с отрывками из станции там девчонок уже было 7 потом представили потом представили профили социальные сети и потом еще было несколько перформанс видео у них на которые они реагировали как-то мимо пропустил вот с дебютом наверное поинтереснее будет а там уже посмотрим соответственно просто так разумеется от имени bad villain японцы отойти не могли вот они выбрали имя которое означает плохая злодейка ну по факту bad villain что-то еще можно придумать но нет в официальной википедии видим на официальном какой-то сайте типа того есть другое объяснение давайте прочитаю его чтобы вы посмеялись вместе со мной это как бы никакой не дис ни в коем случае в сторону девчонок это скорее дис в сторону агентства которая не может просто придумать нормальное имя должно обязательно придумать какое-то хитрое значение так bad villain это составное слово из слов bad и villain принимание bad это аббревиатура от be aggressive for desire быть агрессивное для желания а вен означает человек который движется только ради своей цели имя выражает силу энергию которой они обладают и содержит смысл детей которые сделали лучший выбор для меня там чем так написано альтернативное сокращение биви born to be visionary означает рождение с безграничными возможностями и новым видением и добавляя значение нового героя на сцене которые преследуют мечты и цели бэд означает плохой выгон означает злодей бэд это не be aggressive for desire а влюна это не человек который движется к своей цели не одно и то же злодей человек который делает что-то плохое если вы придумали концепцию название бедвилин сделайте концепцию плохих девчонок исследуйте вопросов нет зачем вот это вот придумать я не знаю ну да ладно это все к музыке не имеет никакого отношения давайте послушаем собственно говоря песню дебютку это и дебютный мини под названием overstep там еще помимо этого сколько треков да еще два беты тут вроде как вышла перфоманс видео но опять же я него пока не реагировал там посмотрим и плюс 82 и так причем реакции как всегда спасибо большое людям которые меня поддерживают на бусте особенности шура антон балютес илья просим горш евгений ерин денис анастасия и полина полянская это новый спонсор ну что поехали или не поехали да поехали конечно там уже есть обычный клип и клипа студии чум но студии чум я смотреть не буду студии чум несколько упоролась в последнее время и они иногда блочат ролики по наличию своему видео то есть оригинальная песня это одно видео другое здесь вроде не блочит но я не хочу рисковать поэтому их давайте 3 2 1 поехали вот вот бедвилла девчонки типа злодейки видите их тут фотографируют полицию это сильно напоминает напоминает что ты с классики именно вот этот прогрош так ну что у меня со звуком то я выпала аля наушники не на датчик вот это вот звук пока хорош и даже весьма так разгон какой-никакой ну понятно артистровая обработка ну что же ты использована в качестве основы где-то вот на нанана вот Да, припев, в принципе, приятный. Не могу сказать, что меня прям чудовищно сыпляет. Камень пролетел. Такой одинокий. Ага, разгон тут конец, да? Что ж, нет, напоминает, когда в конце начинается просто ла-ла-ла-ла. Это разгон хороший. Ну, конечно, фанат меня прибьет. Группы. Ну, они, наверное, уже есть, их большое количество, но мне все равно это местами по структуре напомнило Blackpink. Ну, просто банально, потому что Blackpink, один из треков, недавно вы прекрасно его помните, был, собственно говоря, как раз под классику сделан. Ну, вот эта фишка, опять же, в конце обязательно на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, она, конечно, была и Blackpink, она была и Everglow, и много дел еще у кого. здесь единственная скорость всего поменьше и здесь слава богу нет дурного дропа в господи боже правый в припеве до в припеве совершенно но извините на самом деле сейчас сейчас я что хочу проверить да но при этом опять же у black pink в одном из последних повторюсь релизов то есть например что у нас пинк веном был шадал простить до шада он тоже припев был вполне себе нормальный без вот этого типичного понижения всего понижения ставок это было black pink ну даже сейчас black pink господи только что же мне в голове было чем изговорить сегодня вылетает яростно шатдаун вот не включаем был шатдаун опять же темп не очень быстрый темп спокойный только где засемплирована компанела там может быть не засемплировано ничего но по крайней мере использована такая стилистка похожа это чуть побыстрее пожалуй напомните вот ну в общем нормальная песня меня она ничем честно говоря особо не сразила но девчонки прикольные девчонки видимо талантливые особенно не с рэпом получается с вокалом тоже довольно таки неплохо дать еще раз послушаем повторюсь студио чем мисс смотреть не буду пошли и нафиг и студию чем но тем не менее опять же если кто будет предъявлять претензии ко мне то безусловно с теми хорошо на самом деле они тут все видимо такие злодейские злодейки на фоне то возможно принцесс какие-то ладить точнее королевы всякие может еще мушки демонессы одной девочки почему ушки но ушки в тени уши в тени нет такого рода стилистика и прочее не принадлежит black pink ни в коем случае и вообще это стиль не принадлежит black pink и да да black pink было ту и не ван но сходство с на одной из самых популярных их не сам популярной группы в кей-попе не заметить сложно да это раз мелодия да это разные песни но вот эта секса и снята хорошо и рэп хорошая скрипы хорошо звучит хорошая переход за одной сцены другую какой-то что-то вроде второго мира скрытого да конечно оркестровая такая обработка точнее оркестровое сопровождение любой песни позволяет стать более эпичными так а а а но вот концовка мне прям импонирует она бодрая шустрая песни до этого неплохая просто тучу бодрее особенно вторая половина этой самой концовки это как раз уже никак не похоже на дуркинг и слава богу должно быть примечание билан это человек стремящийся к чему он нам стремится вы не злодей ну как то так интересно что там со старыми песнями насколько они похожи именно похожи на что-то другое пишите мне в комментариях как вам эта вещь разделяете ли мои своего рода опасения или не разделяете вообще может быть не так показалось на самом деле соответственно всем спасибо всем пока особенно благодарю моих спонсоров на бусте которыми эту песню фактически заказали хотите тоже не песни фактически заказывать иногда напрямую поддержите меня на бусте . того слышь судаков я буду очень 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 признателен всем спасибо всем пока субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ВИЛЛАН